Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 марта и вот день назад я показывала вам вот этот лоток, когда рассказывала, как узнать, что их пора рассаживать, говорила, что листья сомкнулись, все. И вот смотрите, еще одна причина, по которой нужно, как только смыкаются листья, сразу рассаживать рассаду, ну или по отдельным стаканчикам, или вторую пореже. Когда я осматривала этот лоток, я сразу не заметила, но вот потом пришла домой, под лампу поставила, я заметила, что в лотке появилась плесень. И в первую очередь, хочу вам вот на это обратить внимание, в первую очередь плесень появляется в тех лотках, где именно вот так вот листья сомкнуты. То есть, даже несмотря на то, что я выставляю их на солнце, вы же видели, что они у меня стоят на солнце, вот эти вот полностью сомкнувшиеся листья, они не дают солнцу продезинфицировать грунт, оно туда на землю не попадает. Я же всегда говорю, что плесень нам опасна только до тех дней, пока мы не выносим эти посевы наши на солнце. Как только вынесли на солнце, про плесень, про грибки можно забыть, солнце прожаривает грунт, вся плесень там высыхает, все там убивается, ну, дезинфекция стопроцентная. Но вот такие вот посадки, которые именно, грунт, где закрыт полностью листьями, солнышко туда не проходит. И вот у нас уже случилась неприятность, сейчас я вам покажу. Вова Путин покрылся плесенью, загадка природы покрылась плесенью. Причем сами сеянцы, они неплохие. Качество рассады, у меня никаких к ним претензий нет. Видите, у них и семидольки целые, что значит, что они пикировку прекрасно пережили. И густая листва, и зеленая, все. Но, так как туда не поступает у нас солнышко, и все-таки плохое проветривание, сейчас постараюсь вам показать, видите, начался белый налет на грунте. Это значит, что какие-то грибки, некоторые говорят, что они не расстраиваются, что это фитоспорин, вроде как там, если белый такой пушок, что это хорошие грибы. Но я не буду выяснять, хорошие грибы это или плохие, потому что в большинстве случаев это все-таки патогенная микрофлора, то есть вредная. Я сразу присыпать буду пудрой. Ой, опудривать золой. И видео снимать начала только из-за того, чтобы вас предупредить. Многие у нас вот нынче будут применять золу в первый раз, или кто-то применял, но не обращает на это внимания. Я хочу сказать, что зола у нас не так безвредна, как нам кажется. Я вот сейчас, ну, сразу скажу, что применяют все по-разному. Вот кто-то, я уже говорила, кто-то грушей резиновой распудривает туда. Я вот сейчас просто присыплю особо такие вот белые места. Вот Вовочку Путина надо спасти от беды. Сейчас мы их всех... Вот смотрите, я просто сейчас ложечкой посыплю, потому что эти растения, я уже говорила, буду сейчас рассаживать, но через 3 дня только. Я боюсь, чтобы как бы за 3 дня здесь черная ножка не завелась. Но особый упор в этом видеоролике я хочу сделать на применение золы. Запомните, когда вы будете обрабатывать золой, обязательно должны быть у вас вот эти листья сухие, чтобы на влажные листья вот эта вот пудра, зола пудра вот эта не прицепилась. Она может обжечь вам листья. И когда листья сухие, даже я вот сейчас вам покажу, можно даже сверху, вот так иногда я когда попаду немножко, я вот так их раз-раз-раз протрясу, все, зола упадает туда вниз. Но все-таки, если есть возможность, старайтесь, чтобы на листья зола не попадало, потому что я уже говорила, раз она съедает, сжигает весь грибок у нас на почве, она может с таким же прекрасным результатом обжечь наши листики нежные вот эти. Только на грунт. Даже если когда вы делаете полив раствором золы, обычно делают одну столовую ложку на ведро, и некоторые поливают рассаду. Да, там много микроэлементов, микро, макро, там всякие полезные вещества есть, но только листья могут обжечься. Я вообще стараюсь, чтобы зола не попадала на листики. Если что-то попало, обмойте водой, чтобы все туда. Ну и, конечно, лучше всего, чтобы золу рассыпали вы только по земле. Я еще раз говорю, можно хоть как. Я показывала вот из кулечка. Вот сейчас показалось, ложечки просто посыпала. Если вы на грунт насыпаете, ничего вредного не произойдет. Некоторые прорыхливают грунт вместе с этой золой. Можно рыхлить, можно не рыхлить. Как вы понимаете, что вот мои посадки уже не прорыхлишь, они уже такие заросшие, что туда вообще сложно подобраться. Вот я сейчас ложечкой вот так вот буду понемножку подсыпать в те места. И вот это видео специально, видео предупреждение о том, что будьте осторожны с золой. Нельзя нам по мокрым растениям сыпать. Нельзя, чтобы на листья она попала. Если попала на листья, обязательно стряхните, а еще лучше смойте. Если у вас на мокрые листья попала зола, и они будут стоять на солнце, ожог гарантирован. В большинстве случаев листья желтеют, пятнышки такие появляются. Человек уже потом забудет, что туда немножко попала зола, и он даже не подумает, что это действие золы, думают, что растения болеют, а это просто ожоги. Это такие же химические ожоги, как и от других препаратов. Хотя зола, она считается и безвредной, и полезной. Но даже с такими безвредными, вроде бы, полезными веществами нужно работать с осторожностью. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это будьте осторожны при работе с золой.